Искусство в современном мире помогает людям глубже понимать жизнь и любить ее. Именно этой цели был подчинен 12-й международный фестиваль-конкурс «Сочи Артмир». Нашу республику на нем представлял коллектив с невероятно поэтическим названием «Мурпеледыш» – «Поющие цветы». И этот аромат пришелся по вкусу членам жюри и взыскательной публики. О полученной награде, впечатлениях, о конкурсе и творческих планах на будущее солисты коллектива рассказали нашей съемочной группе. Известность народа Мари уже давно вышла за пределы своей республики. От них она поражает национальными песнями и костюмами, а других своей богатой самобытностью и уникальной историей, которая собиралась много веков. Творческий коллектив «Мурпеледыш», что в переводе означает «Поющие цветы», вновь покорил сердца зрителей на очередном международном фестивале, который проходил в Сочи. Фестиваль, я как говорила, был очень престижный, много творческих коллективов было. Рязань, Грузия, Сочи, Краснодар. С Краснодара казачьих коллективов много было. Нам очень понравилось. Мы смотрели, наслаждались этим концертом, выступлениями. Нас тоже очень хорошо приняли. Очень, ну скажу, что мы обворожили жюри. Члены жюри остались в восторге от нас. Много приятных слов сказано было в адрес коллектива нашего. И мы, конечно, очень этим остались рады, что нас очень заметили. Мы стали лауреатами первой степени и выиграли денежный приз 100 тысяч рублей. На международный фестиваль «Арт в Сочи.Мир», который проводится уже 12-й раз, собираются различные творческие коллективы со всех уголков страны. По словам участников нашего ансамбля, поездке предшествовала долгая и упорная подготовка, которая принесла не просто победу, а получение гран-при в столь престижном конкурсе. Кстати, самой молодой участнице ансамбля – 50 лет, а самой взрослой – 72 года. Помимо выступления в самом фестивале, для участников была подготовлена развлекательная программа, которая вызвала у нашего коллектива бурю эмоций. Даже нам пришлось побыть на канатной дороге, на которую очень даже люди боятся подниматься. Но я участница самая там старшая, мне 72 года. И нам пришлось покорить эту вершину. И я даже согласилась с таким возрастом. И самое главное, что выше 70 лет поднимаются на гору бесплатно. Понимаете? Или думают, что последний раз, или что, я не знаю, конечно. Это было что-то. Там надо было это увидеть. Не то, что вот рассказать, надо было видеть. Хорошо, мы пришли уже на самый старт. Подъехал туда по канатной дороге фуникулер, куда мы должны быстро забежать 8 человек. Мы, значит, зашли все 8 человек, уселись. И там одна женщина говорит, кричите или поите, у вас заткнет уши. Мы начали петь свои морийские ансамблевые песни. Покорили мы высоту 960 метров. В итоге ансамбль Мурпеледыш поднялся на 2230 метров. И приятно напомнить, что расстояние от уровня моря – это не единственная высота, которую покорил наш коллектив во время фестиваля. Впереди у артистов далеко идущие планы. К примеру, в следующем году они собираются ехать в Испанию, чтобы вновь покорять иностранных зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok